Водонаборная башня В день по 2-3 часа приходится таскать воду. Иногда часами стоим в очереди. А когда вода замерзает, вообще остаёмся без воды. Удивляет то, что во многие дома подведены трубы и установлены водяные счётчики. Воду торжественно дали в сентябре прошлого года. Но уже через две недели отключили. В сентябре мы собрали, в августе предупредили, мы собрали документы. Где-то в середине сентября нам пришли. Мы сдали документы в первую очередь. Потом начали, подходили документы сдавали, сразу подсоединяли счётчики. Всё, подсоединили. Нас предупредили, что среди недели 2-3 нас будут опломбировать и будут давать акт. То, что у кого какой счётчик и платить за кубы. Вот. Но мы попользовались две недели водой. Две недели, а может и меньше, даже я не знаю. Всё, воду отключили. Спустя некоторое время жители массива обнаружили, что остались без счётчиков. Представитель водоканала на исчезновение счётчиков ответил, что они были украдены неизвестными лицами. И что в городе работают некие злоумышленники, которые наживаются на этом. Но осуждения специалистов вызывают лёгкое недоумение. Очень много счётчиков крадут. Даже со старых абонентов в прошлом году даже поймали такую группу, что касается воды. То генеральный подрядчик, который занимался подводкой воды, допустил несколько ошибок. Рабочая комиссия не приняла объект. В течение недели всё должны сделать. Сейчас в систему вода набирается. В скором времени она уже будет. Жители же массива утверждают, что в дневное время украсть эти пресловутые счётчики затруднительно. Ящики практически постоянно под присмотром. Похоже, работали люди, знающие своё дело. Всё аккуратно отвинчено, ничто не разорвано или поломано. Работали, как говорится, со знанием дела. Правда, осознание этих тонкостей не приближает жителей массива к коммунальным благам.